Новое поколение спортивного семейства Audi S6 и S7 перешло на дизельные двигатели. Новость тянет на сенсацию, ведь эта группа Volkswagen заварила дизель-гейт, перевернула индустрию с ног на голову и анонсировала тотальный переход на электричество. И пока одни марки отказываются от дизелей, включая тот же Porsche, другие идут наперекор трендам. Хотя покупателям в Европе это должно понравиться. Технический седан S6, универсал S6 Avant и хэтчбек S7 близки. Все машины используют трехлитровый дизель V6 TDI в самой мощной версии, с отдачей в 349 лошадиных сил. На малых оборотах тут работает электрический нагнетатель, а с 1600 в силу вступает обычный турбокомпрессор и раздувает костер на целых 700 ньютон-метров крутящего момента. Этого хватает, чтобы разогнать седан до сотни километров в час за 5 секунд. Универсал и лифтбек на одну десятую медленнее. Интересно, что бензиновые модели прошлого поколения были на полсекунды быстрее. Все машины получили мягкую гибридную настройку в виде 48-вольтового стартер-генератора. В трансмиссии – восьмиступенчатый автомат и неизменный полный привод с самоблокирующимся межосевым дифференциалом. Кроме того, S-ки получили полноуправляемое шасси. На европейский рынок заряженные Audi выйдут летом. Начальная цена седана в Германии – 76,5 тысяч евро. В России через несколько лет могут вести электронные договоры купли-продажи автомобилей. Хотя практика электронных подписей у нас в стране пока не очень распространилась. И к самой технологии есть вопросы. При этом функцию электронной подписи может выполнять смартфон, способный идентифицировать человека по целому ряду параметров. Новый вид договора могут внедрить уже через пару лет. И речь пока что идет только об автомобилях.